12-е международное ралли «Шелковый путь» завершилось на столичном стадионе «Лужники», поставив эффектную точку по итогам 10-дневной гонки. В зачете грузовиков нелегкую победу одержал пилот команды «КамАЗ-мастер» Дмитрий Сотников. При этом гонщик «Синебелой Армады» установил казавшийся невероятным рекорд. Он стал первым четырехкратным победителем марафона. Другой многоопытный «КамАЗовец» Эдуард Николаев занял второе место. А вот огромное желание белорусов из «МАЗ-спортавто» выиграть гонку осталось нереализованным. Коллектив преследовало просто огромное количество технических проблем, и лидер белорусской команды Сергей Визович оказался третьим. «Зеленые газоны Некст» из команды «ГАЗ-рейдспорт» смогли навязать весьма уверенную борьбу спортивным «КамАЗом» и «МАЗом». Алексей Хлебов и Михаил Шкляев закончили гонку четвертым и пятым. В классе внедорожников судьба гонки решалась на последнем этапе. В начале десятого спецучастка титулованный Владимир Васильев, наращивая темп, допустил ошибку, перевернулся на крышу, после чего экипаж не сумел продолжить борьбу. После этого Денис Кротов смог спокойно выдохнуть, аккуратно доехать и забрать «Золотого тигра» себе. В отсутствие Васильева на подиум также взошли гонщики коллектива «ГАЗ-рейдспорт» Александр Русанов и Евгений Суховенко. Бывший пилот «Формула-1» Никита Мазепин попробовал себя за рулем мотовездехода, их иногда называют кибитками. И проба пера удалась. Пилот королевских гонок уверенно закончил 10 этапов на первой строчке итогового протокола. Армен Пузян сумел отстоять вторую позицию под натиском Сергея Корякина. В итоге известный по своим выступлениям на Дакаре «Уралец» доехал третьим, хотя основной задачей Корякина было поддерживать Мазепина. В зачетах мотоциклов и квадроциклов победы одержали дебютанты Алексей Наумов и Дмитрий Калинин соответственно. Впрочем, ситуация могла быть и совершенно иной, если бы не падение главного фаворита зачета квадроциклов Александра Максимова. В классе серийных внедорожников заявились пять экипажей, причем четыре приехали из Туркмении, а один из Тольятти. Это была Лада Нива Ледженд под управлением Дмитрия Воронова и Евгения Загороднюка. Победителем стал Мирдан Тайлыев, второе место отвоевал Шамарат Гурбанов, а третье у Максатмарата Донатарова.